Музыка Глюк, я считаю, композитор, который сегодня незаслуженно обойден вниманием. Глюк оказал огромное влияние на многих музыкантов своего времени. Им восхищались и Вагнер, и Берлиоз. Премьера этой самой известной оперы Глюка состоялась в Париже в 1779 году. Эфигению в Тавриде поставил режиссерский дуэт Моша Лейзера и Патриса Корье. Для них Глюк – несомненный кумир и реформатор в мире оперы. Новаторство великого Глюка заключалось в том, что он на первый план поставил именно текст, отведя музыке служебную роль. Это заставило зрителей, прежде всего, слушать текст, смысл которого глубоко проникал в их души и рождал эмоции. Мы вышли на сцену не за тем, чтобы поразить зрителей красивыми костюмами или макияжем. Мы рассказываем историю, трагическую историю. Стараемся вызвать у людей сильные эмоции. Мы работаем на пределе своих возможностей, чтобы показать зрителю глубину чувств героев. Боги и люди в переплетении судеб, вовлеченные в странные и опасные игры. В основе либретта миф об офигении, который вынуждена совершить жертвенное убийство. Чичилия – певица, которая стремится достичь экзистенциальной глубины, тем более, что сам Глюк в этой опере стремится проникнуть в самую суть вещей. Глюку удалось написать по-настоящему возвышенную музыку, несмотря на то, что персонажи оперы существуют в ужасных обстоятельствах. Главная причина, по которой эта музыка никого не оставляет равнодушным – способность героев противостоять вызовам судьбы. Герои бросают вызов богам, которые заставляют их страдать. Одна из любимейших Ари Бартоли – «О несчастная офигения». Все мертвы. Это ужасно. Она все еще там, жива. Но на что остается надеяться и офигения? Надежды нет. Ничего нет больше. Я думаю, что это одна из самых красивых сцен в мире оперы. Субтитры создавал DimaTorzok